Продолжение следует... Продолжение следует... С Александром Васильевичем. Здесь такое бывает. С великим полководцем и генералиссимусом. Давайте поговорим, используя цитаты из того Александра Суворова, и посмотрим, насколько они приложимы к тому, к той миссии, которой вы занимаетесь уже больше 10 тысяч часов. Известное правило, если хочешь стать профессионалом, займись этим 10 тысяч часов. Вот вы этот фильтр прошли, как вы пишете, да? Да, этот фильтр был пройден, да. Ну что, начнем. Воевать не числом, а умением. Вы, Александр Васильевич Суворов. С кем воюют люди на барабанах? И что такое умение? Больше сами с собой. Они занимаются развитием своего головного мозга. То есть барабаны – это очень большая нагрузка на голову, на нейросвязи, на образование новых нейросвязей. Ну, то есть это такая очень интересная история, когда ты пытаешься понять, какой рукой, какой ногой, куда что сделать. И поначалу ты чувствуешь себя немножко дефектным, ничего не получается. Потом постепенно, перебарывая себя, занимаясь, занимаясь, становится все лучше, легче. И постепенно ты начинаешь осваивать инструмент. Еще из-за эзотерик, не знаю, как вы к ней относитесь, но я этим сейчас увлекаюсь, в последний год. И очень часто этот фильтр гостей по-новому просвечивается. Мы знаем, что барабаны в традиционных культурах, в древних и везде, с помощью низких звуков, привлекают тонкоматериальные сущности, благоприятные, светлые. И они помогают нам настроиться на диалог с высшим Я, то есть нашей божественной частью. Поэтому барабаны всегда присутствуют во время этих церемоний, где целое племя, например, еще в кругу стоит и ждет указаний, так сказать, от тех сущностей, которые помогают. Что скажете? Возможно. Я бы тут, наверное, больше провел аналогию, что барабаны были всегда один из самых древнейших инструментов с точки зрения простой математики, что его легче всего произвести. То есть ты кожу натянул на любой обруч и получил первый какой-нибудь уже бубен. Вот, и все. И, соответственно, поэтому именно ударные инструменты, они самые древние, с них как бы начинали, и поэтому использовали во всем. Ну, по поводу сущностей тут не скажу, но, скорее всего, оттуда-то и пошло, что самый-самый древний инструмент. Плюс недаром все воины мира во все времена использовали барабаны. И сейчас у нас есть, да, такие парадные оркестры. И Александра Васильевича Суворова были барабанщики. Да. Почему? Военные барабаны. Почему барабан помогает людям выйти из окопа в атаку? Ну, во-первых, он самый громкий. Его слышно. То есть всех инструментов акустических. Ну, и, соответственно, он придаёт такую ритмику голоса. То, что ритмику, как-то выясните. Задать темп, немножко разогнать кровь, когда люди слушают вот этот вот какой-то ритм. Соответственно, на барабанах под них начинает сердце в этот ритм стучать. И, соответственно, когда тело уже разогнано, то есть немножко побыстрее становится сердцебиение, вот, удаливается адреналина, и ты уже готов на что-то большее, чем в своём спокойном состоянии. Ну, как бы, и мне много раз про это говорили мои герои, психологи или гипнотерапевты, да, эти ритмы вводят в определённое состояние сознания, изменённое, в котором человек может больше, чем в обычном состоянии. Во-первых, он, как бы, разговаривает со своей душой, то есть с божественной частью. Во-вторых, можно ему что-то в этот момент чему-то его перепрограммировать, например, выбирать блоки негативные какие-то, или, наоборот, настраивать на победу, да. Потому что войско воюет не оружием, а, скорее всего, вот этой, как назвать эту энергию, да, Марса, бога Марса, бога войны. Ну, возможно, я в этом не силён, поэтому здесь рассуждать не возьмусь. Порассуждаем, просто вы, наверняка же, наблюдали у своих учеников, вот именно из самозанятых предпринимателей, что они вам рассказывали про эту энергию, которая вот им нужна всегда, каждый день, да, вот им в первую очередь нужна. Ну, они заряжаются. Бизнес часто сравнивают с войной. Ну, их заряжают, то есть им очень нравится, особенно по утрам, кто бывает в 6 утра, в 7 утра бывает, приходят перед основной работой позаниматься. Их это очень сильно заряжает, им очень нравится. И они на вот этой высокой энергии, соответственно, уходят в свой день. Как они описывают эту энергию? Что там происходит? Ну, просто они как будто прям просыпаются. То есть вот именно они пришли, как будто немножко сонные, после занятия, соответственно, они прямо проскнулись и готовы... Ясное осознание, может быть, эти вот гормоны счастья, андорфины, да, появляются тоже. Ну, это да, да, да. То есть это точно да. Кстати, про счастье и про личностный рост. Впервые у вас встречаю эту технику, хотя много разных техник мы тут обсуждали, которые называются «Дни». Сегодня утром у вас запись. День 933. Все прошло великолепно. Спасибо. Вы описываете события. Вау-маркетинг, так сказали бы, да, как сказали бы маркетологи. У вас прошло вчера событие, 24 октября. Мы записываем. Сегодня 25-го. Выйдет 1 ноября. Наша запись в виде стрима «Суворов Драм Скул» – концерт. На самой крутой площадке города «Свобода» вы собрали всех своих лучших учеников и их поклонников? Ну, больше получается не поклонников, а друзей, коллег, родственников. То есть собрались все самые близкие люди. Да, сейчас поговорим про концерт, но сначала про технику. То есть 933 день. Каждый день нужно не пропускать, описывать свой личностный рост или что? Да. Ну, вообще там это очень уже давняя история. И почти три года прошло. Да, то есть тогда понял, что мне... Вот именно в соцсетях описывать, да? Что сделал? Ну, да. Да, что сделал, это дает возможность неслить на месте. Что это дает это миру? Чем поделиться можно с миром? Да, то есть если ты ничем не можешь поделиться сегодня, то скорее всего ты ничего не сделал. Тебя это немножко начинает как будто бы триггерить, и ты начинаешь что-то либо делать, либо читать, смотреть, изучать, общаться, встречаться. Ну, хоть что-то. Ну, то есть ты начинаешь что-то все равно делать. Чем поделиться сегодня, да? И это вот само является триггером развития, да? Такая пружина бесконечная, да? Классная. Да, да. Классная техника, сказали бы копирайтеры, да? Для того, чтобы продвигать свой личный бренд. А он еще в это время как раз он растет, да, так сказать, содержанием каким-то. Этим потом привлекаете новых учеников. И такая бесконечная. Вечный двигатель, я бы сказал, вы изобрели, да? Ну, без минус, да. Вроде кому-то нравится, читают. Ну, хорошо. У меня похожая техника, потому что сегодня с вами у нас 1121 интервью. Первый сезон это было в аудиоформате, сейчас видео. А видео получается 691. Тоже, кстати, такой же эффект на меня, потому что каждому герою нужно готовиться. У каждого героя чему-то учишься. Взаимно обмен энергии происходит. Вот. И это все очень интересно. Александр, а теперь про теорию 10 тысяч часов. Как она у вас в барабанах? Как прям посчитали? Или примерно? Потому что это много, мне кажется. Сколько надо учеников-то? Ну, так примерно, получается, я считал. То есть я в среднем последние 6 лет преподаю, занимаюсь преподавательской деятельностью. Только этим, да. Это главное ваше теперь занятие. Вы закончили автодорожный факультет, по-моему, да? Политехия. Да, я заканчивал в политехии, да, автодорожный факультет. Проработал немножко по специальности. Инженером или где-то. Ну, да, автослестором работал. Автослестор с высшим образованием. Вот. И потом уже ушел в музыку. То есть я все это время параллельно как бы занимался музыкой сам. Учился и играть, и с группами выступали. И с какого-то момента... А музыкалки-то не учились вы? Не, в музыкалке ничем не учился. Нигде. Вот. И потом вот пришел уже в одну организацию, соответственно, и там начал преподавать. И в среднем... Именно барабаны. Именно барабаны, да. Вот. И преподавал, ну, в среднем, получается, где-то от 30 до 40 часов в неделю. Ну, то, соответственно, там я просто математически перемножил. Сколько учеников-то надо в неделю? Много? Ну, вот у меня сейчас пример... Ну, да. Сейчас вот у меня где-то вот 40-45 учеников. Вот из них 26 вчера на сцену выпустил. Вот. А так около 30-40, не знаю, 50 часов в неделю. У каждого... Вот даже, не знаю, там какие популярные у нас сейчас есть ниши, да, не знаю, иностранные языки, да. То есть 40 часов в неделю это огромное количество часов. Надо же умудриться столько людей набрать. И главное, чтобы у вас еще на всех энергии хватило. Ну, да. Чтобы уши не оглохли. Но вы носите специальные наушники. Наушники носите. Ну, да. 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 А вот еще второй аспект, Александр, интересный, что вам приходится же конкурировать с франшизами, которые у нас в городе прекрасно работают, барабанных школ. Кто-то у меня даже, по-моему, выступал из этой франшизы давно. Ну, может быть. Как бы насчет прекрасно работают я бы поспорил, но да, они есть. Конкуренты есть. Конкуренты заставляют расти. Ну, да, конечно, конечно. Расскажите, Александр, чем ваш личный бренд Суворов, Drum School отличается от франшиз. Там у них тоже наработанная же методология есть, раз они работают. Ну, продают их. Да, конечно, как бы. Ну, я там же и работал в одной из таких франшиз. А, то есть вы там научились, да, так сказать? Ну, вот там. Ну, там как бы, да, учился. Потом, как бы, как учился, то есть больше упорядочили, как будто бы моих какие-то жизненные, так сказать, аспекты, знания. Вот. Ну, и остановили. А потом оттолкнулись от, как сказать, от их достоинств и ушли дальше, да? Ну, да. И ушли дальше. Да, и ушел, я бы, дальше заниматься своим уже самостоятельно. Вот. Открыл, так сказать, свою школу. И вот сейчас мы занимаемся в ней с ребятами. Достоинства, не знаю, я бы не сказал. То есть, если брать какие-то сравнительные анализы, чем, допустим, я отличаюсь от них. Ну, наверное, харизматичная личность в первую очередь, да? Вот она. Да, все, только это. Ну, то есть, только тем, что у меня есть я, а у них меня нету. Вот вся разница в основном. Но все остальное, плюс минусы из тех обойденных. Ну, чтобы у вас появилась я, вам понадобилась техника дни. Что еще? Конечно. Ну, в принципе, жизненный опыт большой до этого. То есть, была очень активная работа с людьми в целом. Расскажите про активную работу с людьми в целом. Какие там ваши личные секреты есть? Ну, инструктором я работал, не секрет, по водному туризму. Вот есть у нас такая тоже фирма большая, затерянный мир. И там мы 8 лет, 8 сезонов я работал с людьми. То есть, каждую неделю в один из плавов от 30 до 200 человек. Тоже, наверное, много было из аудитории самозанятых, людей, предпринимателей? Ну, там много было, в принципе, всех. Много детей еще было. То есть, там много социальных было. Групп, когда социальных подростков приводили, то есть, с детьми много ездили. Просто со взрослыми людьми, какие-то отдыхающие, бонни корпоративы. Много разных вариантов. То есть, большое-большое просто разнообразие людей. И со всеми ты учишься коммуницировать, чтобы все было хорошо. А вот в чем секреты коммуникации именно с людьми, которые сами управляют людьми, предприниматели, да? То есть, они еще такие, наполеоны-то, получше вас. Не, с ними наоборот намного проще. Если они на отдыхе, то они отдыхают. Им вообще пофигу на все. Скажи, что делать, я буду делать. Потому что они устали руководить в этот момент. И когда они приезжают именно на какую-то досуговую историю, ты наоборот приходишь, бросаешь лапы кверху, такой, ребята, мне ничего не надо. Как они себя ведут? То же самое. Да, также они ко мне приходят, они понимают, что я пришлю к эксперту, они понимают, что они здесь ничего не знают, а я знаю. И они также приходят в досуговую любую ситуацию, полностью отдаются процессу, делают то, что я говорю, не более, не менее. Какие еще параллели они проводят между барабанами и бизнес-технологиями? Может, какие-то вам запомнились интересные сравнения? Из их опыта? Концентрация, в основном. То есть, стали намного более концентрированы, то есть, научиться сконцентрироваться на чем-то одном, то есть, задачи выполнять легче. Вот, эмоционально разгружаются на барабанах, то есть, допустим, начинают конфликтовать, пытаться конфликтовать, допустим, с сотрудниками. Вот, то есть, если у меня один ученик, мало ли, раньше там чуть ли не избивал сотрудников, там были очень жесткие условия работы, но сейчас намного будет легче. Вот, а так, ну, в основном, это концентрация, внимание, ну, вот это вот, что помогает потом, соответственно, в работе. может нам еще Александр Васильевич подскажет какие-то найти параллели между войной и бизнесом, так сказать, да. Какие еще известные цитаты есть у него, какие я нашел, да. Ну, например, ближайшая к действию цель лучше дальней, целеполагание. вот здесь как барабаны помогут. Ну, это значит, что надо, я тут эту фразу могу посчитать как на разбитие, есть дальняя цель, она, конечно, хорошо, но есть ближняя, то есть, давайте возьмите сейчас ближнюю, поработаем над ней, вот ее мы сделаем, какие стадии в искусстве барабана есть ближние? Ближние, ну, дойти в первую очередь в принципе до установки, то есть, вообще выбрать время для себя, чтобы прийти и позаниматься, то есть, это самое первое, самое простое, но самая бывает сложная задача в плотном графике в своем найти час на себя. Второй шаг понять, что искусство барабанов обои, это именно искусство, да, внешне кажется, что ничего сложного, на самом деле все в деталях, нюансы. Как бы, да, внешне всегда им кажется, что так легко приходят и нет. То есть, это именно создание новых, как сказали, связей нейронных, да, потому что координация и за секунду там сколько может быть ударов быть? Три, пять? Ну, я делаю, получается, ну, до пятнадцати, наверное, могу успеть сделать. Да, но начинающие сколько, какой первый шаг долго преодолевают? Ну, просто связать руку с ногой, то есть, ты одновременно играешь мигом тремя конечностями, двумя руками и ногой еще, и очень тяжело развязать эту историю, руками еще плюс-минус, а вот ноги очень тяжело даются, потому что ты ими, кроме как ходьбы, не пользуешься. даже вождение автомобилем не сильно помогает, вот, и танцорам полегче, танцоры, которые танцами занимаются, вот им полегче. Я как помню музыкалки, я учился на балалайке, а там еще фортепиано так пробовал, и у меня не хватало, я понимаю, одной рукой еще нормально, а двумя уже нет. А тут нога еще. Да, это очень нога. Или, например, многие печатают на клавиатуре двумя пальцами, на самом деле освоить десяти пальцами этот не так сложно, как кажется многим, буквально нужно 50 часов тренировок и все. Вот, вот, как конвертируются вот эти знания, точнее, память вот эта новая, которая образуется на конечностях, как она конвертируется в другие какие-то навыки, физические. Ну да, в целом у тебя мозг начинает по-другому работать, он начинает быстрее работать, ты начинаешь, можешь больше запоминать информацию какую-то. То есть, в принципе, координация движений каждую секунду мозг тоже ускоряет работу, да? Конечно, конечно, особенно в стрессе. Это очень сильно ускоряет, особенно в стрессе, да. Вот, причем иногда нужно же принимать решения на основе своей интуиции, то есть, подсознательного, какого-то опыта, а в том числе, возвращаясь к началу разговора, разговор с как бы высшим я, то есть, своей божественной сущностью, это называется интуиция, часто, да, у нас в обычном языке. И вот здесь тоже мгновенная связь очень важна, наверное, я думаю, которая может пригодиться. я немножко по-другому интерпретирую, в принципе, интуицию, для меня интуиция, это сбор данных, которые сидят на подсознании, и у тебя мозг включает, что в такой ситуации мы были, и надо делать вот так вот, и скорее всего, будет вот так вот. подсознание все описывают на своих языках, психологи на одном азотерике, на другом, потому что мало кто знает, как он по-настоящему работает. все равно, но есть плана описывают по кусочкам, так сказать, у каждого свой слой, у вас он тоже свой. Вот, какие еще подсознательные, интуитивные решения легче делать, освоив технику барабанного, как вы называете, боя, или как? Ну, нет, просто игры на барабанах. Сложный вопрос. Не задавался им никогда, наверное, не смогу. Ну, наверное, ваши ученики рассказывали там, типа, вот, было такое решение, не знаю, сложное там, масштабное, теперь я как бы легче с ним. Ну, разве что просто становится немножко шире сознание, становится легче принимать какие-то сложные решения, даже не принимать, просто людям, там, кто работал там в найме, там, может быть, то есть, с ним становится легче принимать какие-то решения, которые раньше казались глобальными, а сейчас кажутся уж не такими серьезными. Да, да, нет, нет. Легче начинают относиться, в принципе, ко всему. Ну, вот, еще одна цитата, на ней мы закончим, выйдем на коду, так сказать, на высшую точку, про миссию поговорим вашу теперь, да. Александр Васильевич пишет, великие приключения происходят от малых причин, то есть, что-то бывает триггером, который запускает великое приключение на всю жизнь. Что у вас стало триггером вашего барабана-то, когда впервые за них сели, что случилось? Ваше великое приключение на всю жизнь началось, когда? Ну, вдруг-то, товарищ, я когда-то жил, на гитаре играл, спросил, есть ли чувство ритма, я такой, не знаю, давай попробуем, его с тех пор посадили, и вот с тех пор играю. Сколько лет-то прошло уже? Тринадцать. А вы тогда знали, есть у вас было ощущение, что как бы это будет вашей судьбой, что ли, нет? Не было такого? Ну, вообще нет, вообще-то да, просто мне нравилось играть, просто нравилось заниматься этим, поэтому и пошел потом, естественно, инженера, потому что я больше как хобби это не оценивал и не думал о том, куда это может привести. Но жизнь сложилась, так что дали мне с разных сторон кучу навыков, которые в итоге вылились вот в эту мою деятельность. Кстати, интересно, как ваша вот эта борода вписывается в эту миссию? Вообще-то замечательно, замечательно действует таким. Был какой-то пример из великих барабанщиков, нет? С бородой? Да нет, там намного все проще, там просто у меня очень сильное разряжение после бритья и мне бриться лень, поэтому борода отросла. Ну, барабанщикам бороды идут, да, в этом смысле. Ну, конкретно мне пошла. У меня хорошая, красивая. Еще вас можно представить, у вас сейчас такая черная одежда, да, можно представить вас вы на колокольне с бородой, значит, этим, звонарь. Там тоже? Потому что колокола работают на той же энергии, что и барабаны, тоже призывают светлые сущности. В этом смысл колокольного звона в церквях, не только оповещение. Александр, как сформулируете за минуту нашу тему сегодняшнюю рубрики «Правила жизни бизнеса»? Как игра на барабанах поможет вам в вашем личностном росте во всех смыслах один, два, три? Наверное, давайте я по-другому скажу. Дело не в барабанах вообще в целом, а дело вообще в творчестве. Я очень рекомендую всем чем-то заниматься, неважно чем, это музыка, это может быть живопись, это может быть танцы, неважно что. Должна быть какая-то такая деятельность, которая вас заряжает, которая нравится нравится, и в которой находите свою душу. Это может быть даже спорт. Я вот себя сейчас тоже нашел. Пока нравится. И занимайтесь этим, пока нравится. Чтобы не нравиться, типа все, перестали заниматься чем-то другим, пробуйте. То есть пробуйте разные вещи, и когда найдете, я буду за вас очень счастлив. Дело не в барабанах, дело вообще в творческих идеях. Чем больше вы ими занимаетесь, тем лучше вы ощущаете. Какую главную энергию они дают для вас лично? Для меня дают счастье. Я очень наслаждаюсь, когда за ними сижу и выдаю какие-то звуки. Вот в конце я обычно прошу моя рубрика финальная два слова назвать, но мы уже сейчас вместе их и придумали. Барабаны тире счастье равно счастье. от Александра Суворова vk.com.id 137 944 707 наша тема концерт Суворов в Драм Скул или как уроки на барабаны или уроки игры на барабанах от Александра Суворова с помощью Александра Васильевича Суворова другого мы сегодня обсудили. Александр, спасибо, удачи вам. Спасибо большое вам. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники улица Юбилейная 17 Играет 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 Продолжение следует...